Доброго времени суток, уважаемые любители кофе! Приветствую вас на канале Кофеварка. Мы продолжаем тестирование капсульной кофе-машины Nespresso DeLonghi. Сегодня вашему вниманию представляется тестирование кофе Lovato Espresso Dicoffinato Rico. Капсулы предназначены для данного аппарата. Выглядят они вот таким образом. С этой стороны алюминиевая у них фольга, с этой стороны тоже такая же фольга. Капсулы подобные Lovato уже не первый сорт мы тестируем. Они представлены на нашем канале, были. Мы не используем в перезаправке, потому что капсулы, как бы они такого непрезентабельного, я бы сказал, вида становятся, сминаются там. В общем, и первый момент. Второй момент, вот этот пластик, он такой, вот так сминает, что я боюсь, что второй раз использовать он может лопнуть. Поэтому я решил, что у меня достаточно других капсул, использовать я не буду. Так, что можно сказать о данной упаковке? То есть вот, тоже 10 капсул представлено в данной упаковке, как и в других капсулах. Так, что здесь написано? Ну, во-первых, это куплено в интернет-магазине, по цене не дешевый, 330 рублей, ну, плюс доставка, естественно, то есть, как бы, ну, цена вот в интернет-магазине 330 рублей. Для жителей Москвы, если у них там доставка бесплатна, или они сами забирают, ну, соответственно, и будет дешевле. Вот, готовить с вами мы будем. Во-первых, объем, какой рекомендован объем? Объем производительным рекомендован. Сейчас я его тут постараюсь найти, я его нашел. Вот, с этой стороны видно на картинке. Объем рекомендован эспрессо. Интенсивность 6, я уже говорил об этом. Производитель рекомендует кофе без кофеина. То есть вот, забыл подчеркнуть этот момент. Все. Значит, готовить мы с вами, мы это кофе уже пили, и вкус его в объеме лунга никак не теряется, поэтому я буду готовить в объеме лунга. Все-таки эспрессо для меня объем, ну, кажется, маленьким. Я, честно скажу, не напиваясь таким объемом кофе. Вот, может, я недостаточный гурман, но тем не менее. И это кофе мы уже готовили в объеме лунга, поэтому в этом объеме я и буду готовить. Для любителей более насыщенного, крепкого кофе, естественно, подойдет объем эспрессо. Ну, и вообще, если кофе хорошо раскрывается в объеме лунга, по сути разбавленный, да, получается кофе, то он в объеме эспрессо уж точно раскроется. Вот. Но хочу отметить такую деталь, что разные производители капсулы, да, производят разный объем. То есть проливается по-разному в объем лунга. Вот посмотрим сейчас, как эта капсула. Я уже давно его пил, поэтому не помню, как она себя поведет, то есть какого объема жидкость прольется. Но обратите внимание, пена достаточно хорошая. Вообще, у меня несколько сортов без кофеина, и я, ну, предпочитаю всегда иметь, потому что, ну, как бы кофе я очень люблю. Вот. И вечером, когда, иногда, густи вечером приходят, и хотят тоже кофе, когда видят наш аппарат, попробовать. Вот. Ну, и те, у кого проблемы, там, со сном, или, там, со здоровьем, какие-то ограничения есть на ночь, не пить кофе. Вот. И мы всегда можем предложить кофе без кофеина. Поэтому данные сорта я всегда приобретаю и предпочитаю в наличии иметь. Вот. Все. Капсула упала, мы слышим это. Вот у нас бывали тесты, некоторые сорта не падают. Ну, причем капсулы их не падают, сам сорт может быть вкусным, а капсула, тем не менее, не падает. Ну, вот. Запах очень приятный. Запах от этого кофе расходится. Ну, вот, знаете, вкус у него такой. Какие-то древесные нотки вот присутствуют во вкусе. Но, такой, ну, древесная, приятная горечь такая вот у него. Мне вот этим это кофе понравилось. Единственное, ну, как бы честно, я скажу, что цена, мне кажется, ну, может быть, маленько завышена. Ну, хотя кофе без кофеина, его куда не глянешь, иностранных производителей, оно все задрано. Хотя, мы будем тестировать кофе российского производителя. Мы его выписали недавно. Итак, делаем из него капучино. Ну, как бы, по-русски говоря, всегда делаем капучино. Я люблю с молоком кофе, поэтому пьем мы его в таком виде. Да, вот, я нашел, что бы я хотел улучшить в этом аппарате эспресса, да, вот я к вопросу о молоке. То есть, всем мне нравится этот аппарат. Прямо вот замечательный. И капучинатор хороший у него, и все хорошо. Но вот у него есть возможность взбить холодное, да, то есть, надо подержать подольше. Он забьет, ну, пенку. Холодную, да, сделает ее. Это он молодец. А вот как сделать? Просто подогреть без пенки. То есть, вот это была бы у него функция. Было бы вообще здорово. Это вот про аппарат. Почему говорю так, что не всегда хочется с пенкой, да. Ну, конечно, я исхожу из этого процесса, но он получается двойным. То есть, я в микроволновке там ставлю стаканчики, подогрел молоко и налил. А если бы у меня прямо здесь была возможность, мне кажется, удобнее. И я не понимаю, почему нельзя сделать. Кнопку нажал, там, два раза ее нажал, и она просто подогрелась. То есть, вот этот вот момент, производители что-то как-то упустили из видов. Ну, видимо, тогда можно было готовить какие-нибудь еще другие сорта кофе. Вот, итак, смотрим. Сколько жидкости? Жидкости будет немного. Вот такой объемчик чисто номинальный. Еще раз говорю, что капсулы, ну, просто превосходно подходят ловаться для аппарата на эспрессо. И практически не было таких проколов, да, с этими аппаратами, с этими, точнее, капсулами. Вот, и сами мы заправляем. Несколько раз у меня было там на видео, даже, я не помню, выложил уже видео, нет, где у меня много там, даже 22 кружки вот таких вот, да, получилось почти. А это было чисто от капсул, потому что дальше я стал, я на это видео, если не выложу, то я прямо выложу его в таком виде, не буду обрезать. Но, тем не менее, сами по себе, когда в другую капсулу я заправил, стало все хорошо. Да, кстати, о капсулах. Я решил перейти полностью на пластиковые капсулы другого правдовида, на канале они есть, тестов. В них просто мне больше нравится, как заправляется, и как они быстрее заправляются, и обратки вот этой меньшей жидкости. Не знаю почему, но вот в алюминии больше, чем в этих. Вот, но это нюансы, я потом буду говорить. Сейчас о капсуле. Вот капсула, вот так она пробилась, замечательным образом, ну, другого сзади вот так. Вот, про что я говорил, видите, капсула, вот так она смялась, вот, ну, такая она, как бы сказать, ну, по-русски вот я это бы назвал дешевая, да, капсула, то есть они не напрягаются на этом. Но, я вот, как бы считаю, что это они правильно делают. Зачем им напрягать голову и делать какие-то дорогие супер алюминиевые, еще какие-то капсулы сделал и выкинул, и все, вот, вот, вот это они молодцы. Придумали хорошо и сделали хорошо. Поэтому эти капсулы у меня просто идут в мусор. Итак, уважаемые любители кофе, мы закончили с вами приготовление и для тех, кому кофе с кофеином по каким-то причинам запрещено. На этом разрешите откланяться. Всего доброго. До новых встреч.